так здравствуйте ребята купил я себе где-то с месяц назад за 200 тысяч моталенд дакар ст не буду рассказывать кучу всяких этих характеристик они все гуглятся они в каждом видосе есть да и вам это не надо самое главное что 72 мотор с балансиром 21 лошадка расскажу про плюсы и что выявил у меня сейчас на доме ты уже покажет видно не видно 3 158 километров вот думаю пока масло меняю у меня масло сливается заливая кстати так забегая вперед лукойл супер главное что сг личное масло стоит копейки свое дело делает кстати вам покажу масло замена производилась 1200 километров оно прошло насчет периодичности я ее заменил когда я приехал обкатал его буквально там километров 20 поменял потом поменял на 500 потом поменял на тысячи после тысячи уже пропала почти металлическая стружка за все время только в самом начале был какой-то кусок металла какой-то внутри короче не знаю что это было это могла быть принципе заводская грязь вот ребята кто знает затягивать вот этот болт ни в коем случае нельзя туго потому что иначе вы сорвете просто резьбу и так в итоге про замену масла я сюда заливаю лукойл сг получается название масло супер короче супер не супер но мне нравится принципе она работает как нормально по поводу замены масла 1 и 3 литра сюда заливается из минусов ну господи ну могли бы сделать сюда какой-то я не знаю поворот нормальный потому что сюда он проходит только вот такая вот здоровенная воронка которую туда тоже хрен засунешь проверять щупом неудобно здесь кстати еще обычно стоит щиток как бы пластик я его нахер сразу демонтировал потому что по моему это лишний геморрой перри замене масла и так плюсы и минусы за 3000 конечно ничего большого такого права не скажешь про мотоцикл но как говорится что смогу скажу начнем прям с переда назад буду доходить до каких-то узлов буду рассказывать так поехали резина на бездорожье в принципе вполне нормально по грязюке я покатался попробовал вполне ничего на асфальте конечно мотыляет на мокром асфальте это просто смерть как бы если у вас опыта нету то как бы лучше не надо учитывая видите наверно да что у меня там кофр стоит термокороб я в доставке работаю в нем же надо выкатывают на нем же у меня еще баджаж есть и пан европа 1100 на на улице это вот друзей здесь мотоцикл там стоит тоже пан европа стоит про резину рассказали кстати забегая также вперед на заднем колесе я уже поменял камеру сосок сорвало чувствуется отсутствие буксаторов стал просто грубо говоря не профукивать давление вот пиццы пришлось подтянуть проходил полностью дальше про передний тормоз передний тормоз ужасный буду менять жижу буду смотреть где клинит потому что тормоза то нет то он хватает и чуть ли не до блокировки прям страшное дело так по пластику пластик довольно таки хрупенький поэтому падение грубо говоря никому не советую потому что это будет сразу же замена скорее всего если хотите кататься на красивом мотоцикле ставьте дуги чем я скоро кстати тоже займусь дальше про приборную панель все как обычно стандартно кстати такой же есть кури 250 и там абсолютно такая же не знаю на кой хер сделано вот это лучше бы сделали хоть нормальный функционал для кнопки потому что ну блин это полная чепуха и зачем это придумали я не знаю вот так же время есть и три пробега то есть одометр и три по 3b датчик топлива который естественно пиздит ты где-то до 120 130 километров едешь она вообще не падает а потом почти моментально почти моментально заканчивается короче дальше что могу сказать по органам управления что понравилось когда покупал все сделано красиво то есть вот ну вот идет китайских вот этих вот дребезжащих вот этих вот из говен из говеного пластика ни этого нету то есть пульты очень лаконичные крепенькие ощущаются прям ну может никак не японцы но очень хорошо то есть мне это очень понравилось потоцикл садика мне полностью разобранных пришел что сделал а кстати да сразу же вперед забега спереди свет говно ставьте сразу же доп посвящение я это буду делать когда поставлю дуги поставлю на дуги 2 еще два фонаря поставлю потому что свет просто убогий он блеклый нихрена не видно как я понимаю лампочка ли там нихрена не поменяешь потому что это цельный блок там на схемах все короче это с ума сойти вот ветровик вообще тебя не спасает пришлось ставить доп стекло потому что без него била прямо в подбородок это ужасно ощущение кто ездил далеко и долго знает что это такое дальше зеркала кстати давно я уже как видите слева автобус цепанул в сочинских дорогах и она сразу же разбилась поставил это правое на левое пока заказал другие буду кататься пока так бачок бачок по ощущениям литров 11 потому что 10 с половиной я туда вливал там что-то еще где-то болтала где-то в районе 11 литров я так думаю примерно сразу же про косяк здесь находится вакуумный топливный краник многих я думаю кто покупал мотоцикл сталкиваюсь с тем то что ездишь долго по дороге у тебя он начинает глохнуть если вот долго по 90 плюс держишь просто заканчивается бензин в интернете уже вычитал надо поменять топливный краник топливный краник стоит копейки после этого вы можете кататься уже без проблем подножки удобные кто-то кстати говорят что типа вот видел тоже в обзорах то задние пассажирские ну типа хлипки дали вполне у меня жена частей кассе залезает также с подножки то есть но в принципе все нормально коробку короче вот это мой тюнинг а добавил сюда болт потому что я не знаю какой надо лапать иметь чтобы дотягиваться до этого мне максимально неудобно я опустил еще ниже ножку то есть ну это я под себя настраивал то есть я ее вынул поменял положение просверлил новую дырку ну не знаю можете называть меня колхоза нам но блин мне вот так намного удобнее цепь заменена была сразу же тысячи поставил цифр усиленную пока катаюсь тут уже получается на ней проехал 3000 километров то есть через 200 я уже заменил стандартную и очень этому рад то есть я ее еще ни разу не подтягивала начался в нормальном натяге то есть хорошо бардачок абсолютно бесполезная херня гремит буду тоже его что-то тут делать как-то прокладывать что вот этого люфта не было бардачок грузил сюда максимум 20 килограмм выдержала то есть будем надеяться что то будет удобно вообще посадка в принципе очень удобно ну мне тоже тяжело это как бы с кем-то с ранее потому что я курьер я по 14 часов в день на мотоцикле у нас случае как вы знаете когда всем округлый год задняя сидуха для пассажиров принципе приемлемо но мотоцикл скажу так не создан для двоих он для того чтобы сюда примотать коврик сюда садишь свою святую жопу сюда забиваешь пивища палатку и поехал в дальничок куда-нибудь и все у тебя будет по кайфу кстати в чем я собираюсь сделать на этом мотоцикле собираюсь летом поехать в казахстан вот так да такой дебил дальше глушитель глушитель классный звук очень приятный басистый но не напрягающий то есть мне в этом очень плане очень понравился по задней резине тут тоже самое передние все сказал задний тормоз в отличие от переднего мне очень понравился очень информативный но уже 3000 пробега я чувствую выработку колодкам уже половина износа блин ну я не знаю это конечно как-то быстровато наверное вот так же есть кик имею пару раз только заводил чисто для того чтобы не закисло теперь немножечко про подвеску у нас здесь стоит прогрессия и задний амортизатор просто идеальный по мне но для вешать 72 килограмма он шикарно отрабатывать все неровности хороший ход подвески передняя вилка хороша что хорошо раскручивание эффекта вообще никакого нет вообще кстати вот у него рама ходила и сварена максимально ублюдки тут ну тут есть такие косяки то просто видел это где это проволока была знаете так это от сварки короче торчала там надюй покрасили но не суть очень собранный мотоцикл нет никакого скручивания и передняя подвеска единственно что хочу я хочу туда залить масло чуть по такое помягче скажем так дальше по электрике вся электрика была перебрана фишки были выкинуты поставлены новое просиликоне на пучок передний изначально вкрепился где-то посередине вот здесь полная чепуха он отлично залезает вот сюда под фару и там ему прямо шикарно то есть проблемы с электрика у меня просто никакой еще не было все четко работает поворотники заводится все супер в этом плане молодец сейчас еще радует эта фигня очень качественно сделала сама по себе крышечка и вообще в принципе сам мотоцикл не вот уже нет такого господи какой китай есть свои небольшие косяки опять же вот по сварке где-то вот по там платливу пластика вот этого но он уже не выглядит так у бога что в общем могу сказать в принципе вода цикл мотоцикл пока понравился из проблем пока то что я увидел это топливный краник то что он глохнет на ходу и передача 5 то есть 1 2 3 4 без нареканий все они очень тяговитые хорошие скорости 5 меньше 5000 оборотов она просто не тянет начинаются какие-то стуки в двигателе короче кстати у кого такое было скажите тоже в комментариях напишите было ли у кого такое то что у меня непонятные были ощущения я думала плачок это поломка что ли потом знакомый сказал что не в принципе также то есть 5 передача для того чтобы ехать там типа на 6000 оборотов короче кого-то такая прям дальние вот в принципе самое главное я вам сказал если что-то сейчас вспомню счет досниму принципе вот такое вот начальное впечатление от мотоцикла подписывайтесь на канал дальше будет больше как говорится я курьер накатывается пробег будет очень быстро соответственно будем что-то менять или чем видос на запишу по замене краника чуть-чуть укоротить топливную магистраль потому что там огромный виток нафиг не нужны и будем смотреть воздушный фильтр потому что мне кажется где-то идет подсос а так даже просто не должно быть это убивает мотор всем пока